дорогие друзья я приветствую вас на канале о котором зовут меня ольга и сегодня я предоставляю вашему вниманию 2 прогноз на неделю от 13 мая до 15 мая включительно для знака зодиака стрелец хочу напомнить что для наших стрельцов в виде исключения только для вашего знака я делаю таких два прогноза один будет под как вариант номер один второй будет как вариант номер два и вы можете выбрать для вас то что вам ближе почему я так сделала потому что вы по статистике в интернете самый самый такой активный знак и больше всего просмотров именно ваших вообще не только на моем канале а вообще если брать весь интернет целом то вы самый активный знак и так как вас уважаемые стрельцы очень много много людей много разных судеб в виде исключения только для вас два таких варианта работать сегодня буду на колоде золотой это роботич или это основная колода и вспомогательными колодами будут оракул затмения и также цыганский оракул сибила хочу напомнить что гадание имеет общий характер поэтому конечно же проиграться может не для всех но все-таки если вы досмотрите это видео до конца я уверена что какие-то нужные и дельные для себя советы вы все равно найдете и вселенная нам в этом поможет гадание и для мужчин и для женщин и для тех кто в паре и для тех кто одинок и так первая карта первая карта покажет ваше общее эмоциональное состояние на начало недели вторая карта покажет общий фон происходящих событий в течение всей недели третья карта покажет вашу личную жизнь или ваши отношения в паре четвертая карта покажет вашу работу пятая карта покажет ваши финансы и шестая карта покажет ваше эмоциональное состояние на конец этой недели и седьмая карта будет картой совета что вам нужно сделать для того чтобы достичь максимального успеха в желаемых в задуманных вами предприятиях пока мы эту карту отложим закрытом виде и рассмотрим его в самом конце и так давайте приступим стрельцы второй вариант первая карта говорит о вашем настроении в начале недели и вообще о ваших мыслях и эта карта замечательная у нас десяточка чаш мы видим карту отрады вдохновение семейного такого очага семейной идиллии семейного взаимопонимания карта внутренней радости прежде всего но также я вижу что меня смотрят по этой карте многие те люди кто уже в паре те кто имеет крепкие стабильные отношения и ваших отношениях есть детки дорогие мои довольно таки хорошее настроение у вас на начало недели семейные заботы близко вами окружения люди которых вы любите и здесь у нас есть взаимность есть взаимопонимание вторая карта покажет основные события вообще в течение всей недели фон этой недели и для вас выпала великолепная карта девяточка пентаклей в отличие от предыдущего расклада ой я извиняюсь девяточка чаш эта карта радости веселья каких-то праздников возможно вас куда-то приглашают возможно вы кого-то приглашаете к себе но в любом случае это встречи с друзьями либо с родными и близкими какое-то веселье праздник прежде всего праздник для души это может касаться всех сфер вашей жизни не только там семьи это может касаться и работы то есть как бы на вашей работе какой-то успех здесь тоже может быть и давайте смотреть поподробнее ваши отношения в паре для тех кто в браке выпала карта четверочка чаш эта карта говорит о том что было и страсти немного поугасли немного по утихли и сейчас такое состояние некого такого затишья в вашей паре скорее всего вы занимаетесь каким-то самоанализом вы копаетесь в себе вы что-то анализируете может быть вы себя в чем-то обвиняете взваливайте на себя то что в чем может быть даже вы и не виноваты но также эта карта может еще говорить о том что ваш партнер может идти к вам навстречу на какой-то компромисс может вам что-то предлагать но вы как бы не уверены в том хотите вы этого или нет вы для себя в чем-то сомневайтесь эта карта такой легкой меланхолии легкой тоски легкой грусти когда вроде бы все стабильно вроде бы все ясно и понятно но чего-то какой-то какого-то драйва в отношениях все-таки не хватает для тех кто одинок для одиноких стрельцов эта карта может говорить о том что вам предоставятся шансы предоставится выбор может быть даже из нескольких партнеров этот может быть даже и один партнер но в котором вы не уверены вы сомневаетесь вы думаете а тут ли этот человек что мне нужно и здесь такой где-то даже больше прагматичный подход к партнеру вообще на будущее потому что скорее всего вы точно знаете чего вы хотите дорогие мои в доме в сфере ваших финансов сфере вашей работы посмотрите выпала карта пожар пентаклей эта карта говорит о том что скорее всего у вас ежедневный тяжелый физический труд вам приходится много работать много вкладываться в свою работу где-то кто-то из вас на своей работе вы можете быть как ученик даже если вы уже довольно таки опытный работник может быть может быть вы получать для себя еще какие-то новые навыки новые наработки но в любом случае по этой карте это такие большие связи большие телефонные звонки и все это касается сферы денег тут идут бурные такие обсуждения бурное планирование того как лучше поступить вы выбираете вырабатываете какую-то стратегию какую-то тактику для того чтобы достичь более лучшего максимального так сказать результата в своей работе и конечно же эта карта человека не просточка вы с виду может может для кого-то кажетесь таким спокойным или спокойным спокойным но на самом деле вы не из робкого десятка и вот это спокойствие оно такое относительно до поры до времени вы очень имеете такую внутреннюю большую глубину внутреннюю мудрость и достаточно опыта для того чтобы кому-то ответить если вас не дай бог где-то кто-то обидит и смотрите дорогие мы в сфере финансов сфере финансов у нас выпала карта тройка чаш это говорит о том что какое-то удовольствие вас ожидает эта карта может говорить о премиях о каких-то награждениях о дополнительных выплатах о том что вас заметили может быть вас продвигать будут вперед пока по карьерной лестнице заметив ваше усердие и то как вы добросовестно и качественно относитесь к своей работе до качественное и делаете выполнять и здесь конечно карта совместной радости эта карта напрямую не говорит о деньгах но она говорит о том что в своем коллективе на своей работе вы нравитесь люди людям вами восхищаются на вас обращают внимание вы талантливый малый до мужчина вы или женщина но вы человек очень способный и человек который излучает тепло и буквально таки притягивает к себе людей притягивает к себе ближайшее окружение и конечно троечка чаш говорит о дальнейшем росте мы троечки вообще говорят о росте хорошая карта с перспективой так сказать на будущее и посмотрите в конце недели ваше эмоциональное состояние если в начале недели она была такое приподнятая такое замечательно то в конце недели у нас выпадает десяточка жезлов и я хочу обратить ваше внимание на то что скорее всего очень много забот вы на себя на этой неделе взвалите или уже взвалили вы взвалили буквально на свои плечи все и сразу и все это на себе тащите но хочу предупредить вас мои дорогие уважаемые стрельцы что это может отразиться на ваше здоровье и смотрите чтоб прямом смысле слова это вас не подкосило обратите многие внимание на свою спину на опорно-двигательный аппарат на свой позвоночник на свою поясничку здесь такая большая тяжесть ну для кого-то это может быть общее эмоциональное такое состояние когда вот все все надоело не могу здесь обычно десяточки жезлов о чем нам говорят о том что человек да имеет трудности имеет проблемы их много но человек идет вперед борется а здесь эта карта нет все я уже устал стоп мне пора отдохнуть и обращаю ваше внимание уважаемые стрельцы на то что вашем раскладе выпало две десяточки это говорит о том что это неделя либо благодаря тому что какие-то события на этой неделе будут происходить которые будут влиять на вашу дальнейшую судьбу на вашу дальнейшую жизнь но вообще две десяточки сами по себе говорят о каких-то новшествах о каких-то изменениях вашей жизни вот смотря в чем вы этих изменений ждете но если вы ждете каких-то изменений каких-то перемен то вот эти самые перемены вашей жизни должны наступить так дорогие мы смотрим смотрим дальше карту совета для вас карта совет и мы видим старший аркан кто-то ее смотрит как правосудие кто-то ее читает как сила но я эту карту здесь объединяет для себя и карта совета говорит вам о том что несмотря на то какие бы трудности вам не пришлось преодолевать на этой неделе вы должны быть смелым и уверенным потому что по этой карте я могу вас уверить в том что нет той проблемы которую вы бы не решили у вас достаточно внутренней мудрости достаточно опыта достаточно сил и достаточно энергии для того чтобы решить любой буквально такие вопрос для кого-то эта карта может касаться именно официальных моментов может быть вам стоит где-то с кем-то подписать какие-то официальные договора официальные контракты до чтобы что-то все где-то чтобы все было в законе то чтобы все было правильно для кого-то это может проигрываться так но давайте все таки мои дорогие возьмем нам в помощь оракул затмения и посмотрим что в ваших отношениях почему такое состояние неопределенности и такой печали что у вас происходит в вашей паре что в вашей паре происходит чем все закончится ну карта корабля тут какие-то разговоры какие-то дороги совместные какие-то поездки со своим партнером какие-то до общей дороги может быть у вас общий бизнес может быть у вас общая работа что-то вместе вы обдумываете что-то вместе вы решаете и действительно это ну я бы сказала так по вот этой тройке карт которые я вижу меня смотрят те кто уже давно в паре ну вот это состояние меланхолии понятно все как бы в жизни периодами подъемы падения всплески эмоций когда эти эмоции немножко утуха гаснут но здесь здесь все-таки карты говорят о том что именно для смотрящих меня стрельцов все в ваших руках все ваших руках и ваши отношения в паре целиком и полностью зависит от вас если вы женщина эти отношения зависит от вас как бы от вас зависит очах от вас даже зависят целиком те решения которые будет принимать в дальнейшем вас мужчин ваш мужчина потому что все-таки без вашего совета и без вашего мнения он ничего делать не будет и здесь скорее всего такое отношение в паре сейчас или состояние потому что все-таки деловая сфера сфера работы отражается на отношения да и карта совета на отношения видите карта совы она говорит о том это прежде всего карта партнерства да когда может быть вы со своим партнером о чем-то переживаете может быть даже где-то недовольны друг на друга где-то иногда можете побурчать друг на друга но это такое все что вы между собой сможете решить эта карта говорит также о том что для того чтобы ваших отношениях было все хорошо вам нужно проявить собственную мудрость и это мудрость по этой карте у вас имеется дорогие стрельцы таким был вариант номер два я рада была сегодня вашему обществу рада была для вас разложить этот расклад рада была помочь чем-то если смогла конечно хочу обратить ваше внимание на то что вашем раскладе карта совета выпал старший аркан это говорит о том что вам действительно несмотря на любые трудности с которыми вы можете столкнуться не стоит унывать потому что и сила и правда на вашей стороне и сто процентов если вы будете действовать смело и уверенно у вас все получится дорогие стрельцы я всем желаю счастья удачи любви хорошего настроения пусть вас радует весна пусть вас радует жизнь пусть вас радует ваши отношения в паре пусть вас радует ваши детки и конечно же я с вами не прощаюсь ставьте лайки подписывайтесь на мой канал если вам конечно понравилось я с вами не прощаюсь а говорю пока пока до новых встреч